Что вообще может быть главным в жизни панков, которые отрицают ценности, мораль, а порой и саму жизнь? Мощная субкультура лондонских окраин, призванная дать прикурить обществу потребления, вознесясь на верхушки чартов, сама стала его частью. Главные герои, участники некогда популярной панк-группы, собираются вновь, чтобы сыграть на презентации новой пластиковой карты. Им обещают много денег, панки обещают отжечь. Но если кто-то думает, что все будет хорошо, то пусть выдохнет и готовится к худшему. Когда появился панк-рок, мне было 17 лет. Те, кто делал панк-рок в Англии, им было по 17 лет. Поэтому, как для них это было, они были новаторами, а для меня, для парня из Советского Союза, у которого были мажорские друзья, а их папа и мама привозили им пластинки западные журналы, для меня это было совершенно чем-то крайне необычным. Для Михаила Ефремова, Дмитрия Певцова, Василия Мищенко и Марии Селянской это возможность окунуться в рок-н-ролл на полную катушку. Как и положено настоящей панк-группе, вначале никто из них, кроме Дмитрия Певцова, не умел даже держать инструменты в руках. Учили их музыканты из неприкасаемых. Теперь актеры могут даже наиграть кое-что из Пинк-Флойда. Гарик Сукачев так проникся, что предложил им выступать у него на разогреве. Бурная молодость героев оставила слишком много скелетов по шкафам. Она проявляется на сцене в виде жутковатого видеоряда, где молодых панков сыграли дети Ефремова, Певцова и Селянской. И там молодая шпана, которая сметет нас с лица земли. Они всегда есть, были, никуда не исчезают. Просто их не очень хорошо видно. И очень хорошо, что эта пьеса как раз берет эту тоненькую субкультуру, которая существует. Вот, допустим, для меня это было абсолютно открытие, что есть вот... То есть я знал, что есть Чача Иванов там, и когда-то была группа «Наифа», но что до такой степени и есть целая философия, и написаны книги-энциклопедии по панк-фропу, для меня было почти эмоциональным потрясением. Почти как встреча с женой 20 лет назад. А для тех, кто ничего не понимает в панках, Гарик Сукачев предлагает более привычного Фрэнка Синатру, который утверждал тоже, в сущности, что и панки. «Почти ни о чем не жалею, мне не свернуть, ведь это мой путь». Автор пьесы, англичанин Майк Пейкер, остался доволен постановкой. На предпоказе зал принимал спектакль так, что Гарик Сукачев прослезился. Да-да, брутальные рокеры тоже плачут и ставят честные спектакли. Премьера анархии в Театре «Современник» 30 января по адресу Чистопрудный бульвар, дом 19. Цена билетов от 250 до 5000 рублей.